Приветствую! Законопроект 10.378 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Это тот законопроект, который изменяет подходы к мобилизации в Украине во время военного положения. И я не буду томить вас оценкой этого законопроекта, скажу лишь мягко и кратко. Он мне не нравится. Ну а сегодня вы увидите несколько моих видео по поводу того, что же написано в этом законопроекте, где подробно будем это разбирать. В данном видео мы поговорим о том, как изменятся основания для получения отсрочки и кого же лишат отсрочки. И чтобы не затягивать время, давайте перейдем сразу к тем изменениям, которые предлагаются в статью 23 закона о мобилизации. Законопроект 10.378 достаточно объемный, 72 страницы. На 16 странице находятся изменения, которые касаются статьи 23 закона о мобилизации. Ссылочка на этот законопроект есть в описании к видео. Итак, первое, что здесь есть, это вот этот абзац по забронированным. Здесь все окей. Бронь как основание для отсрочки остается, по сути, никаких изменений. Далее, второй абзац, вот этот. Здесь уже серьезные изменения есть. Почему? Потому что здесь предполагается наличие отсрочки только у людей, которые имеют первую или вторую группу инвалидности. То есть лица с инвалидностью третьей группы теперь не имеют права на отсрочку. Все, да, вот так, как бы это ни звучало, но в этом законопроекте, если его примут, есть такая норма, и как только он вступит в силу, все, люди с инвалидностью третьей группы не будут иметь отсрочку. Далее, в этом абзаце, то, что касается тымчасованных продатных, осталось, это есть. То есть, если вы сейчас имеете статус тымчасованных продатных, то отсрочка у вас сохраняется. Идем дальше. Женки та чоловеки, на утримании яких перебывают трое и больше детей веком до 18-ти роков, сохранилось. Если человек самостоятельно воспитывает ребенка до 18-ти лет, сохранилось никаких изменений. Далее, что у нас здесь есть? Есть женщины и мужчины, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, ребенка с инвалидностью до 18-ти лет, отсрочка есть, все нормально. Следующий большой абзац, который касается родителей, а также приемных родителей детей с тяжкими перинатальными болезнями и так далее. Сохранилось, те же справки, все окей, вы имеете отсрочку. По сути, здесь изменений особо нет. Далее, женщины и мужчины, у которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью первой либо второй группы, сохраняется. Не нужно никаких здесь документов дополнительных. Сам факт того, что у ребенка есть инвалидность первой либо второй группы, вы можете ее получить, оформить отсрочку, вернее. Усыновители, усыновители, как и прежде, усыновители детей до 18-ти лет имеют право на отсрочку. Вот здесь будут изменения. Вот здесь уже будут изменения. Этот абзац касается тех людей, которые занимаются постоянным уходом за мужем, женой, ребенкой, либо родителями своими, которые нуждаются в постоянном уходе. Какие здесь изменения? Здесь убрали родителей жены. То есть раньше здесь можно было получить отсрочку, если ты осуществляешь уход за родителями жены. Теперь все, этого больше нет. Такой возможности больше нет. Странно, на мой взгляд, странно, но тем не менее вот такая ситуация. То есть если у вас есть теща без инвалидности первой и второй группы, но нуждаются в уходе, то все, отсрочку вы уже получить не можете. Идем дальше. Позитивные новости. Есть ли? Да, вот здесь есть позитивные новости. Это 17 страница, первый абзац. Здесь касается основания для отсрочки тех людей, у которых жена, родители, либо родители жены имеют инвалидность. Но здесь есть как позитивные, так и негативные новости. Негативная новость заключается в том, что теперь наличие инвалидности у жены третьей группы не является основанием для отсрочки. Вот долгое время мужчины получали на этом основании отсрочку, выезжали. Если будет принят законопроект 10378, то все, отсрочки не будет. Но что здесь хорошего? Хорошее заключается в том, что здесь изменилось основание для получения отсрочки. То есть, если по текущему законодательству мы должны были доказать, что нет других родственников, которые могут осуществлять уход, то посмотрите, как теперь здесь написано. Вот смотрим здесь. Конечно, у вас сразу вопрос, а что значит «обралы», как доказать, что меня выбрали? Я думаю, что, скорее всего, будет достаточно заявления от человека с инвалидностью. И, наверное, это заявление нужно будет заверять у нотариуса. Я так предполагаю. И надеюсь, что этого будет достаточно. Поэтому вот тех, у кого родители с инвалидностью первой-второй группы, либо жена с инвалидностью первой-второй группы, либо родители жены с первой-второй группой инвалидности, ну, здесь вот есть послабление, вам, скажем так, жизнь в каком-то смысле облегчили. Не нужно теперь будет доказывать, что нет других родственников, которые должны содержать. Следующий абзац. Опекуны человека с инвалидностью первой-второй группы, которая признана судом недееспособной. Есть отсрочка, все окей. Следующий абзац. Он касается членов семьи первой степени родства, которые осуществляют уход за человеком с инвалидностью первой группы. При условии, что такие лица не имеют инвалидности, вернее, что они выбрали этого человека. Вот здесь у меня когнитивный диссонанс, потому что есть вопрос, а чем вот это отличается от этого? Потому что ведь, по сути, первой группой, первой степенью родства является кто? Родители, жена, дети. А жена и дети имеют отсрочку по жене. Мы можем вот здесь получить, а по детям мы же смотрели, тоже можно получить. Вот здесь, вот этот абзац, где можно получить по детям отсрочку. То есть, зачем смысл вот в этом абзаце еще, да, вот в этом, я, честно говоря, не понимаю. Но мне кажется, я догадываюсь, мне кажется, что этот абзац подал некий человек на букву М. Вот, он или она выказывала такой известный профессионализм, но отсутствие системного понимания законодательства. И вот отсутствие, вот здесь как раз отсутствие понимания системы, да. И я думаю, что вот этот абзац, скорее всего, уберут, потому что смысла в нем как такового нет. Следующий абзац. Вот этот абзац, в нем уже смысл есть частично, ну, кроме вот первой части, кроме вот до этих слов. Почему? Потому что, опять же, первая степень родства с инвалидностью второй группы. Это, опять же, родители, дети, жена. Соответственно, ну, ты получаешь отсрочку по другим основаниям. Здесь же еще есть обо... Ой, прошу прощения, до вот этих слов, да. А вот отсюда уже начинается то, что имеет смысл. Это касается догляду за особою, яка за выснувком МСЭК, либо ЛКК нуждается в уходе. И здесь, опять же, указано про первую степень родства. То есть, вот этот абзац, вот этот абзац, он, по сути, исключает возможность ухода за бабушкой, дедушкой, там, за братом. Все. За ними ухода ты не можешь осуществлять. Достаточно странная история. Почему? Потому что... Что делать, если, например, никого другого нет, за бабушкой, кроме тебя, некому ухаживать, да. Ну, например, твои родители, либо уже пожилые, по состоянию здоровья не могут ухаживать, либо умерли, и ты остался один с бабушкой, да. А как быть в этой ситуации, непонятно. Надеюсь, что депутаты это как-то учтут и будут об этом думать. Ну, здесь пункт о том, что если у вас есть ребенок до 18 лет, и уже там муж, либо жена проходит воинскую службу, то второй в семье, соответственно, получает отсрочку. Далее, вот здесь женщина, которая пребывает в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет. Либо, если ребенок требует домашнего ухода, до шести лет. Беременные женщины, действующие народные депутаты Украины. Ну, про себя мы не забудем, конечно же. Вот, далее здесь пропустим, но это работники спецслужб, которые, ну, понятно, что, да, их нужно, у них должна быть отсрочка. Идем дальше. Кто еще? Ну, Е, инщи, инщи, пока не будем касаться этого пункта. Далее, по студентам. Вот здесь этот пункт, который касается студентов. Что у нас теперь? Во-первых, надо порадоваться, да, в каком-то смысле, что здесь нет привязки к возрасту. Независимо от вашего возраста, студент имеет право на отсрочку. Но отсрочку он имеет в том случае, если он получает образование, которое идет на ступень выше. То есть, если был раньше бакалавр, то сейчас ты должен получать магистра, чтобы иметь отсрочку. Если был магистром, значит, нужно в аспирантуре учиться, и тогда ты получаешь отсрочку. При этом нужно получать образование по одной специальности. То есть, если ты раньше имел, получается, магистра по экономике, а пошел в аспирантуру по праву, то отсрочки не будет. Нужно, чтобы была одна и та же специальность. Ну и докторанты во всех случаях, ну, естественно, все случаи имеются в виду по дневной либо дуальной форме получения образования. Вот такая ситуация. То есть, мы здесь видим, что часть студентов будет лишена отсрочки. Те люди, которые, допустим, раньше имели магистра и сейчас снова пошли в магистратуру, все утрачивают право на отсрочку, если будет, соответственно, принят этот законопроект. По научным и научно-педагогическим работникам. Здесь главное изменение в том, что если раньше ты получал отсрочку, работая на 0.75 ставки, то теперь только на полную ставку. Если меньше, то отсрочки не будет. Далее, сохранились вот здесь идут отсрочки для людей, чьи близкие родственники погибли во время проведения АТО, либо же погибли во время участия в боевых действиях. То есть, в этом случае люди имеют отсрочку, которые перечислены здесь. Не буду всех перечислять, потому что тут, посмотрите, список просто огромнейший. Вот все это идет, аж вот здесь заканчивается. Но здесь отсрочка сохранена. Если ваш муж, брат, ребенок пропал без вести, либо погиб, то отсрочка у вас сохраняется. Вот такие изменения ждут статью 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Будем следить, примут, не примут, это вопрос. Но, скорее всего, поскольку это Кабминовский законопроект, думается, что его примут. Буду за этим следить и как только примут, сообщу. И уже тогда более подробно пройдемся по всем новшествам и будем разбираться, какие документы нужны в каждом конкретном случае. Напомню, что сегодня у меня будут еще видео по этому законопроекту и по 10.378 и по 10.379, где подробно буду разбирать отдельные аспекты этих законопроектов. Поэтому заходите на мой канал и вы эти видео легко найдете. Ну и, естественно, прошу подписаться на мой канал. Все, на этом все. Желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.